В красной папке начальника контрольного управления все поручения губернатора, которые глава региона дал в этом году. Максим Туровец приводит детальный анализ по каждому району и городу. Подсчитаны абсолютно все задачи, которые Вениамин Кондратьев дал во время выездов в муниципалитеты и встречи с жителями края. Можно сказать, что исполнительская дисциплина в 2018 году стала улучшаться. В целом, можно считать налаженной работу в муниципальных образованиях края по выполнению ваших поручений, а также в органах исполнительной власти. На итоговом в этом году заседания отошли от традиционного формата. Вместо отчета по конкретным поручениям контрольное управление подготовило доклад о работе краевых ведомств и муниципальных администраций. В списке отличников Северский, Кавказский, Славянский районы и Армавир. Показатель выполненных поручений губернатора там превысил 70%. Вениамин Кондратьев записывает все озвученные цифры. Конечно, особое внимание глава региона обращает на тех, у кого страдает исполнительская дисциплина. Это Краснодар, Горячий Ключ, Обширонский и Белогринские районы. В некоторых показателях всего 37% выполненных поручений за год. Здесь вы не меня подводите, если процент выполнения моих поручений будет невысокий. Вы жителей края здесь максимально своими действиями не уважаете. Мои поручения – это не мои хотелки, это то, о чем я слышу из уст людей на встречах с жителями края. Ничего сверхъестественного жителей края не просят нормальных человеческих условий. Вот это мы должны дать. Перенос выполнения поручений – это совсем не результат. Не красит того, кто инициирует и делает все, чтобы перенести сроки выполнения поручений. Жизнь перенести мы не можем, еще раз подчеркиваю. А люди хотят жить. Жители края сегодня об этом не раз говорили. Или сроки выполнения поручений неразумны. Тогда тоже об этом скажите. Мы скорректируем тех, кто эти сроки ставит. Либо, коллеги, назовите фамилии тех, в том числе в краевых органах власти, которые мешают или не помогают вам, достигнут того, чтобы вы выполнили поручения губернатора. Например, в Услабинском районе поручения губернатора выполнили лишь наполовину. Что говорит о не самой активной работе чиновников на местах. Половина выполненных поручений губернатора. Так, конечно, дальше дело не пойдет. Чтобы активизация команды прошла, нужен тот, кто сможет ее активизировать. То есть по-настоящему лидер и хозяин района. И если он есть в районе лидер, по-настоящему и хозяин, то и команда, она ему будет подстать. То есть они не смогут отставать даже от его темпа, ритма работы и, конечно, нацеленности на результат. А если руководитель как-то позволяет команде так выполнять поручения, то, конечно, она будет их так и выполнять. Но еще раз подчеркиваю, что жители Услабинского района, они заслуживают большего и внимания, и в том числе активности по отношению к ним. И результат, который должна давать команда Услабинского района, административная команда управленцев, они должны быть видимыми для жителей Услабинска и Услабинского района. Видимыми. А в противном случае, коллеги, значит, что-то нужно будет перезагружать. И я понимаю, что нужно перезагружать в Услабинском районе, для того, чтобы был результат. Отстающие есть и в краевых ведомствах Министерства ТЭК и ЖКХ, а также Департамент строительства попали в антирейтинг контрольного управления. Однако это больше исключение, чем правило. Средний показатель выполненных поручений губернатора во многих структурах администрации превышает 70%. Общую работу региональных и муниципальных властей в этом году губернатор оценил на твердую четверку. И здесь важен именно командный подход. Коллеги, которые из края, которые обладают большими возможностями, конечно, должны помогать коллегам из районов. Если какая-то отрасль под отрасль или проблема зависает, то в первую очередь должны прийти на помощь району отраслевики. И они должны брать вместе и вытаскивать эту проблему. Они засаживают народу, что вот они там что-то не делают. Это значит мы не делаем. Коллеги, значит вы не делаете вместе. Это самое важное. Я не отделяю ни один район от целой жизни края. И мы одна большая команда, одна общая команда. Однако ни одно поручение не снимется с контроля, пока не будет выполнено, напомнил Вениамин Кондратьев. В таком формате заседание продолжится и в следующем году. Уже в январе на разбор полета в губернатору соберутся его заместители, руководители ведомств и главы муниципалитетов. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов и Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!